Внимание, внимание! Полезная информация для молодых родителей и тех, кто только готовится ими стать. У нас в гостях заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Новосибирской области Людмила Алексеевна Якушенко. Доброе утро! Доброе утро! Говорить будем про нововведения в системе материнского капитала. С 1 января в действие вступил целый комплекс демографических мер, направленных на поддержку семей с детьми. И часть этих нововведений коснулась материнского капитала. Самое главное это продление программы. Насколько продлили? Кто уже успел воспользоваться в Новосибирской области и каковы ваши прогнозы, сколько еще успеет? Действительно, программа материнского капитала продлена еще на 3 года. То есть те семьи, у которых родится, начиная с периода 1 января 2007 года и по 31 декабря 2021 года, родится второй либо последующий ребенок. И кто еще не воспользовался средством материнского капитала, эти семьи приобретут право на материнский семейный капитал. Вот на данный момент, с начала действия программы в нашей области уже 165 тысяч семей уже получили сертификаты на материнский капитал. Вот в последние годы, если брать статистику, то в среднем где-то 15 тысяч семей обращаются за получением сертификата на материнский капитал. В результате того, что программа продлена, то есть мы считаем, что более 40 тысяч наших новосибирских семей еще воспользуются... 15 тысяч это в год, вы имеете? Да, да, в среднем 15 тысяч в год, поэтому вот такое число может еще воспользоваться материнским семейным капиталом. Еще одно нововведение, возможность тратить средства материнского капитала на дошкольное образование, но при этом раньше нужно было ждать, когда ребенку исполнится 3 года. Теперь не нужно. На какие конкретно цели можно... Что значит вот дошкольное образование? Значит ли это, что я могу нанять няню на эти деньги? Значит ли это, что это частный детский сад или только государство? Репетиторы что-то... Что? Какие условия? Да, действительно, общее правило это средства материнского капитала можно распорядиться при достижении ребенком 3 лет. Но из этого правила есть определенные исключения, то есть не дожидаясь трехлетнего возраста, можно направить средства материнского капитала, если взят кредит либо займ на улучшение жилищных условий, то есть на погашение кредита либо займа, на уплату первоначального взноса. И сейчас вот такая возможность появилась и не дожидаясь трех лет направить средства материнского капитала на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования и иных, связанных с получением дошкольного образования расходов. То есть в том числе это и содержание детей в дошкольных учреждениях, уход, присмотр за ребенком. Уточнен перечень организаций, на оплату услуг которых можно направить средства материнского капитала. Средства могут быть направлены на оплату платных образовательных услуг в любой организации, имеющей право на оказание соответствующих услуг. В законе исключено требование о наличии аккредитации образовательной программы, по которой будет обучаться ребенок. К организациям, осуществляющим образовательную деятельность, относятся образовательные организации, то есть они имеют лицензию, организации, осуществляющие обучение, то есть это юридические лица, которые на основании лицензии, наряду с основной деятельностью, образовательную осуществляют в качестве дополнительного вида деятельности. И индивидуальные предприниматели. То есть если индивидуальный предприниматель привлекает педагогических работников, он должен иметь лицензию. Если он непосредственно предоставляет эти услуги, то лицензии не требуются. То есть практически, да, неважно, это государственная организация, не государственная организация. Кстати, вот с момента, ну с января только вот эта норма вступила в силу, да, то есть о том, что можно до трех лет направить средства материнского капитала. У нас в области уже вот 41 семья воспользовалась этим правом. И одно заявление на перечисление средств это индивидуальному предпринимателю, два заявления это частной организации, а остальные средства перечисляются в государственной либо муниципальной организации. Ну вот еще Вы упомянули про улучшение жилищных условий на ипотеку льготную. Имеют право, да, теперь? Про это расскажите. У нас, да, у нас как бы есть несколько направлений, по которым можно направить средства материнского капитала, но эти направления, они вот расширены с этого года. То есть средства можно направлять на улучшение жилищных условий, вот на получение образования ребенком, на формирование накопительной пенсии женщины, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации, интеграции в общество детей-инвалидов. И с января появилось новое направление использования средств материнского капитала, это получение ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребенка. То есть можно разделить эту сумму на части и получать эти части ежемесячно вроде зарплаты? Ну, как бы не совсем так, потому что, в принципе, если мы сейчас говорим о ежемесячных выплатах, да, о новшестве, то здесь есть как бы определенные условия, когда можно воспользоваться средствами материнского капитала на получение ежемесячных выплат. Но, во-первых, такое право предоставлено нуждающимся семьям, то есть тем семьям, у которых, начиная с 2018 года, родится или будет усыновлен первый или второй ребенок, и им государство будет выплачивать полтора года ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума ребенка в регионе проживания. Вот пенсионный фонд производит выплату ежемесячных выплат в связи с рождением второго ребенка, потому что эта выплата по линии пенсионного фонда, она осуществляется за счет средств материнского капитала. В связи с рождением первого ребенка эту выплату ежемесячную производят органы соцзащиты. То есть, поскольку мы говорим о компетенции пенсионного фонда, то речь пойдет о втором ребенке. То есть, кто же все-таки имеет право получать вот эту ежемесячную выплату за счет средств материнского капитала? Ну, во-первых, условия выплаты осуществляются гражданином, который получил сертификат. Второй ребенок, то есть, речь идет именно о рождении второго ребенка, да, потому что... Но средства мы можем направить и на первого, или нет? Нет, нет, средства материнского капитала, их можно направить по тем направлениям, которые я перечислена. Да, мы можем их направить на обучение, например, образование первого ребенка. Но семья должна приобрести право на материнский капитал, да? А право возникает у той семьи, которой родился второй, либо последующий ребенок. То есть, чтобы получить ежемесячную выплату, второй ребенок должен быть рожден, либо усыновлен после 1 января 2018 года. Второе условие. И ребенок, и мама должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать на территории Российской Федерации. И третье условие. Размер дохода на одного члена семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации за второй квартал года предшествующего года обращения за назначением данной выплаты. То есть, при обращении в 2018 году берется прожиточный минимум трудоспособного населения за второй квартал 2017 года, да. У нас в регионе эта величина составляла 11 854 рубля. То есть, это 17 781, да. То есть, если среднедушевой доход семьи не больше, чем 17 781, в этом случае такая семья будет иметь право на получение ежемесячной выплаты за счет средств материнского капитала. После рекламы продолжим. Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Новосибирской области Людмила Алексеевна Якушенко у нас в гостях. Сегодня разговариваем про материнский капитал, нововведения, которые вступили в силу в 2018 году с января. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Продолжаем о том, что появилась новая возможность получать средства материнского капитала на руки в виде ежемесячных выплат. И для того, чтобы их получить, размер дохода семьи не должен превышать полутора кратную величину прожиточного минимума последнего квартала предыдущего года. Второго квартала. И что еще важно? Что учитывается и кто учитывается в формате семьи, когда мы считаем вот этот прожиточный минимум и доход семьи? В составе семьи, учитываемой при расчете среднедушевого дохода, включаются или учитываются родители, усыновители, либо опекуны ребенка в связи с рождением которого возникло право на получение ежемесячной выплаты, супруги родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети. Доходы, да, то есть учитываются все доходы семьи, которые получены в денежной форме. Родители и супруги родителей. То есть если родители в разводе, да, и есть еще третий, четвертый родитель, да. Да, то есть в этом случае как бы учитываются. Но те, кто сегодня составляет, так скажем, семью, да. Среди доходов учитывается все, что получено в денежной форме, то есть это и заработная плата, и премии, и пенсии, и пособия, оплата больничных. Вот, то есть человек должен принести, то есть документы, да, подтверждающие вот эти вот доходы. Расчет как бы производится органами пенсионного фонда, вот, и теперь выплаты, да, сколько же будет получать человек. То есть размер выплаты, он зависит от региона, в котором проживает человек. Давайте говорить о Новосибирской области. Да, и берется опять прожиточный минимум для детей, установленный в субъекте, опять за второй квартал предыдущего года. То есть при назначении ежемесячной выплаты в 2018 году, размер ежемесячной выплаты в нашем регионе составит 11 545 рублей. Эти средства перечисляются ежемесячно на счет гражданина, открытой в кредитной организации. То есть, естественно, да, то есть на эту сумму идет уменьшение средств материнского капитала. Для того, чтобы получить выплату, необходимо обратиться с заявлением управления пенсионного фонда непосредственно по месту жительства, либо в многокоммунциональные центры. Причем заявление на эту выплату можно подать одновременно с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал. Можно все это сделать через госуслуги или только лично? Нет, это можно сделать, то есть пока в электронном виде заявление подать нельзя, да, то есть это будет реализовано немножко позже. Сегодня его можно подать либо непосредственно в управлении пенсионного фонда, либо в МФЦ, ну, в принципе, человек может и по почте документы отправить. Вот на вашем опыте оформление всех этих документов все равно уже люди обращались, правильно? Уже есть какие-то цифры, сколько людей уже обратилось за ежемесячными выплатами. Практика уже была и можно было померить. Примерно сколько времени занимает оформление всех вот этих бумаг от подачи заявления до получения выплаты? Вы знаете, ну, здесь все-таки зависит от конкретной ситуации, да. Ну, если человек сразу вот пришел и все во время делает. Ну, я, это, наверное, все-таки надо спросить у каждого конкретного человека, сколько он собирал документы, но перечень документов, которые требуется представить, он на самом деле небольшой, да, то есть, ну, помимо заявления должны быть переложены документы, подтверждающие рождение детей, то есть, они как бы уже имеются, да, свидетельство о рождении, документы, подтверждающие принадлежность гражданству и сведения о доходах. То есть, вот эти документы, их необходимо... То есть, по сути, мы берем сертификат, если мы уже получили сертификат, да, на материнский капитал, остальные нужные документы, и нам будет достаточно один раз прийти в пенсионный фонд или нет? Да, конечно. Если человек принесет весь необходимый пакет документов, он ему и должен принести, да, в этом случае все будет приниматься решение. То есть, в течение месяца выносится решение, вот, об установлении ежемесячной выплаты. А, через месяц мы еще раз приходим? Нет, через месяц приходить не надо, выносится решение уже, и перечисляются средства. Вынесено решение, через дешевые перечислены средства. Вы просто увидели на карте, деньги либо есть, либо нет. Да, ну, об этом и человек ставится в известность, о том, что вынесено решение. И, ну, и обязательно еще представляется документ, который подтверждает реквизиты счета в кредитной организации, то есть, куда перечислять средства, да, то есть, человек собирает необходимые документы, но если он получает какие-то выплаты по линии органов пенсионного фонда, понятно, да, что эти документы не надо представлять, это все документы, они имеются. Значит, решение в течение месяца выносится, теперь вот выплата производится, вот, она назначается сроком на один год. То есть, человек, в принципе, может обратиться за это ежемесячное выплату, это и в течение полутора лет с момента рождения ребенка. Но, если человек обратился до истечения, или в течение шести месяцев с момента рождения ребенка, то выплата производится, ну, с месяца рождения. А если прошло 6 месяцев после обращения ребенка, то оплата производится со дня обращения. То есть уже назад возврата нет. Насколько я знаю, размер вообще общий материнского капитала не поменялся в этом году. Да. Какие-то другие выплаты, за которые отвечает пенсионный фонд, затронут индексации в этом году? Да. Ну, я хочу напомнить, что размер материнского капитала, он составляет на данный момент 453 тысячи 26 рублей. Иногда возникает вопрос, семья получала сертификат, в котором стояла сумма еще, например, 250 тысяч. А какой суммой он будет распоряжаться? Той суммой, которая на данный момент. Вот она проиндексирована. Если человек еще, в принципе, не использовал средства, он мог частично куда-то направлять средства. То есть у кого-то какие-то остатки, но те, кто, в принципе, средства никуда не направляли, на сегодняшний день общий размер материнского капитала... А кто уже истратил, тот истратил, да? Да. Ну, кто-то полностью истратил, кто-то как бы частично мог направить средства материнского капитала куда-то. То есть ситуации как бы разные могут быть. Поэтому, ну, часть граждан получала единовременные выплаты, поэтому ситуации как бы разные. Вот у нас на данный момент уже полностью средства и материнского капитала распорядились почти 74 тысячи граждан. То есть 46% из общего числа, которые распорядились, да? Часть людей вот частично распорядились. Поэтому общая сумма вот такая. И с 2016 года вот размер материнского капитала, он пока не индексируется. Если говорить о других выплатах, те, которые производятся органами пенсионного фонда, то в этом году у нас уже были проиндексированы страховые пенсии с 1 января на 3,7%. Были проиндексированы с 1 февраля ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам на 2,5%. И с 1 апреля ожидается индексация пенсий социальных. Ну, индекс он будет уточняться постановлением правительства. Спасибо большое. У нас в гостях была заместитель управляющего отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области Людмила Алексеевна Якушенко. Спасибо. Все подробно, все развернуто, все понятно. Хочется сразу двоих, как минимум, детей. Спасибо. Еще успеете. Спасибо. Всем до завтра. Талалаева Настя. Я Александрович Савитовна. Доброе и позитиво. Живите интересно. Пока-пока.